Девушки отдыхают Не секрет, что кредитными картами надо пользоваться весьма осторожно. Любовь Белякова из-за своей доверчивости оказалась должна банку в несколько раз больше денег, чем брала в долг. Чиновники за народ не болеют и работать не хотят. Хорошо не хотят. Не хотят. Правильно. Согласен с вами. Но драться-то зачем? Из-за новогоднего отключения электричества пенсионеры Русаковы чуть было не потеряли внуков. Чтобы защитить свои права, Федору Русакову пришлось вступить в рукопашную с местным чиновником. Я открыл дверь, он мне, ты кто? Я говорю, а ты кто? Я сюда хожу. Я говорю, ну я вообще-то уже здесь. Он говорит, да я муж почти. Я говорю, слушай, да я уже почти муж. Ну мы тут схватились за грудки. Давай там так толкаться. Нам нужно было не друг друга за грудки-то хватать, а женщину. Виктор Быстров, вернувшись домой с работы, обнаружил в своей квартире следы грандиозного побоища и свою неверную супругу с фенгалом под глазом. А все потому, что изменяла она не только мужу, но и любовнику. Истец-представитель банка обращается с иском о взыскании задолженности по кредиту в размере 172 800 рублей. Ответчик Любовь Беликова с иском не согласна и утверждает, что не имеет возможности погасить кредит. Здравствуйте. Прошу садиться. Слушаю вас. Я истец Рокотов Дмитрий Юрьевич, отдел по работе с должниками. Я предъявляю иск к ответчику о возмещении задолженности в размере 172 800 рублей. Отдел по работе с должниками чего? По кредитным картам. То есть вы представитель банка? Представитель банка. Ну так давайте мне доверенность тогда, что вы имеете право представлять. Передайте мне. Так, слушаю вас. В 2005 году ответчик взял кредит в размере 18 тысяч на покупку холодильника. Да. Как только она поставила подпись под договором, мы заключили договор, на нее была оформлена кредитная карта. Лимит кредитной карты 40 тысяч рублей. Да, вы вместе с доверенностью передали мне эти документы и договоры. Да, совершенно правильно. Так, слушаю дальше. Дальше ситуация была следующая. Как только она получила эту карту, она ее в 2006 году активировала. Срок действия карты 3 года, 30% годовых и 1600 рублей это тот самый минимальный платеж. Это было записано. Это было в приложении. Вы подписали все лизеточки, там есть ваши подписи. Извините, это факт. Не было. Дальше было следующее. В 2006 году эта карта была активирована. Наши сотрудники всегда предупреждают наших клиентов о том, чтобы они внимательно читали договор. Там написано все. И размер проплаты, и размер ежемесячных выплат, и все, что касается вообще финансовой стороны дела. Но, по всей видимости, ответчик не очень внимательно читал договор или вообще не имеет такой привычки. Ваша честь, там этого не было. Хотя мы всегда это проговариваем. Ну, зачем говорить? Это должна стать инструкцией. У нас работают люди, которые специально проинструктированы на этот счет. Понимаете? Мы себе такого не можем. То есть вы что? Вы хотите мне сейчас сказать здесь, в суде, о том, что в вашем договоре указаны условия, которые нарушают права потребителя? Нет. Значит, что? Потребитель, вместо того, чтобы получить информацию доступным образом, обязан вот эти вот мелкие... Да не видно, тут даже очки оденешь, не прочитаешь. Это форма договора, которая принята в банке. Понимаете? На нее жалоб не было, простите. Да как же не было, когда Роспотребнадзор и ФАС постоянно с вами судятся? Постоянно судятся именно по этим вопросам и привлекаются, я не говорю сейчас про вашу кредитную организацию. У нас таких случаев не было. Я говорю сейчас о том, что регулярно подаются иски и привлекаются к банковским организациям и привлекаются банки к административной ответственности. Для этого у нас существует специальная служба, мы консультируем людей. Да, конкретно что здесь происходило, говорите. Конкретно происходило следующее. Мы объяснили человеку, ответчику, что надо 1600 рублей платить только за пользование карточкой и оплату по процессу. Мы объяснили, что 1600 в день, что это очень выгодно. Это выгодно? 1600 в день, я считала, что основной шеи мысса. Это организация, понимаете? Мы зарабатываем деньги, они благотворительностью занимаются. Ситуация следующая. Но человек с 2010 года, во-первых, не погашал основной долг. Основной долг я поговорю, погасила за два года. И мы передали дело в департамент о взыскании долга просто. Сейчас катастрофическая ситуация. Каждый день, каждый день. Около 100 рублей задолженность. 91 рубль, 23 копейки. И оттуда взялась такая сумма. Сумма взялась из того, что набежал основной долг 81 тысяч 100 рублей. И по процентам... Первоначальная сумма какая была? Первоначальная сумма была 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей. Это основной долг. Понятно. Сколько рублей было внесено в кассу ответчикам? 38,4 тысяч. 38, по-моему. И 38 тысяч... 400 рублей. 400 рублей. А сколько должна на сегодняшний день? На сегодняшний день 172 тысячи. 172 тысячи. И вы считаете, что в данном случае вашим вот этим вот договором права потребителей не нарушаются? Читали ли вы подробно вот этот договор? Я читала. Но в договоре вот то, о чем он говорит, не было. Да как же не было? И потом, когда я подписывала... Когда есть. Когда есть. Все это. Но только нечитаемо, конечно, как я уже говорил. Там было... Про карту только говорили. Если вы будете хорошим плательщиком, когда вы это выплатите, вам будет прислана карта на 40 тысяч, которую вы можете активировать. Вот, я выплатила этот самый первоначальный, ну 18 там тысяч было, я выплатила первоначальный. И на следующий год, буквально в 2006 году, мне приходит эта карта в конверте. В конверте карта там, пин-код, все. Ну я так покрутила, покрутила вроде бы ни к чему. То есть вы выплатили кредит. Кредит за холодильник я выплатила. А потом карту получили по почте, так я понимаю? Да, получила по почте, как за то, что я хороший плательщик. Бонус. Потом у меня дома случилось несчастье, умер муж, нужны были деньги, моя зарплата очень низкая. Всего 7 тысяч, я работаю с детьми, с умственно отсталыми. Конечно, это все очень трудно. Вот, и я решила эту карту активировать. Сняла 40 тысяч, они ушли на похорон там. В общем, ушли на похороны эти деньги. Когда вы активировали карту, звонили в Москву. Наши сотрудники вам все рассказали, все объяснили. Перед тем, как снять карту, ну что это такое? Ну перед тем, как активировать карту, я решила все-таки подстраховаться. Я позвонила в Москву и спросила, что это такое? А мне говорят, что карта это очень выгодно, это 1600 в день. Ну 1600 я осилить смогу. И тут я ее активировала, все потратила, как все положено. Я стала выплачивать деньги. В день или в месяц? Подождите, 1600 в день? 1600 в месяц, конечно. В месяц. В месяц, ну понятно. В день там, теперь сказал, около 100 рублей в день. И что дальше? Ну дальше я стала их выплачивать, эти деньги. И чем больше плачу, тем больше мне долг присылают. Вот выплатила за два года 38-400. Получаю письмо, что у меня долг 44-727. Я, ну поскольку, как мы привыкли, что если банк, это как бы такая все-таки контора хорошая, то я выплачиваю дальше. И получаю через два года опять задолженность. 43-600. Ну вот я это самое думаю, ну сколько ж можно? Сколько ж они могут из меня кровь сосать, когда мне денег нет? И на работу я оформилась на полставки только для того, чтобы расплачиваться. С детьми, собственно, отстану и попробую поработать, как тяжело. И так у вас нет денег для того, чтобы погасить кредит. Достаточно. Теперь, естественно, к вам вопрос. Как вы докажете, что вы информировали в полном объеме ответчика о том, сколько он должен денег полностью выплатить по этой карте? Каким образом он должен выплатить? В какие сроки? Где это? Есть договор, но мы его приложили. Одну минутку. Где это написано в договорах? И где подпись под этими договорами ответчика? В договоре, который был подписан, еще когда был взят кредит на холодильник, были произведены соответствующие расчеты для того, чтобы человек воспользовался кредитной картой. Там не было приложения расчета, у нас есть на стеге, у нас есть свой сайт. Здесь специальный телефонный кабинет, где можно позвонить, собрать свой пин-коп и узнать. То есть человек получил у вас кредит, потом по почте получает какую-то карту, хоть хочет ей воспользоваться, но для этого, вместо того, чтобы получить информацию от вас в установленном законам, кстати, порядке, обязан прийти в ваш банк, взять, подойти к этому стенду, подойти к стенду, ознакомиться, записать, сделать себе выписки. А если нет у человека компьютера? Да человек 40 тысяч рублей на холодильник у вас аванс берет, или 18 тысяч рублей. О чем вы говорите? Какой компьютер? Банк это коммерческая организация. В законе о багажной деятельности написано, что банк работает для излечения прибыли. Да я вам два раза переплатила, давай хоть сто раз больше пройдем. Люди добрые, а сколько это будет? Банкиры порослятые, я сейчас самым домом забил. Куда вы ведете? Куда вы ведете? Куда вы такое подарили? Куда вы делали? Уголи полога! Ну-ка приставы, наведите порядок, удалите этих людей из зала. Удалите их из зала. А вам я хочу сказать, что помимо закона о банковской деятельности и других законов, существует еще закон о защите прав потребителей, который защищает права бедных, трудящихся. Неинформированных. Удаляю из-за принятия решения. Далее в программе. Чиновники за народ не болеют. И работать не хотят. Хорошо не хотят. Не хотят. Вот правильно. Согласен с вами. Но драться-то зачем? Глава сельской администрации ничего не сделал для того, чтобы восстановить электроснабжение. В Новый год замерзающим пенсионерам пришлось взять сельсовет штурмом. Теперь они должны отвечать за свои действия в суде. Я открыл дверь, он мне, ты кто? Я говорю, да, а ты кто? Ну да я сюда хожу. Я говорю, ну я вообще-то уже здесь. Он говорит, да я муж почти. Я говорю, слушай, да я уже почти мужа. Ну мы тут сходили за грудки. Давай там толкаться. Ну нужно было не друг друга за грудки-то хватать, а женщину. Чтобы не запутаться в любовниках, Светлана Быстрова расписала график встреч и завела себе герань на окошке, чтобы сигнализировать об опасности. Но любовник оказался слаб в ботанике и явился в неурочный час. Судом установлено, что вопреки закону о защите прав потребителей вы не обеспечили и не довели информацию до потребителя установленным этим законом способом. Эта информация должна содержать размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителям и график погашения этой суммы. Никаких этих данных в вашем договоре не имеется. Таким образом, вы не выполнили требования закона. Эту же позицию занимают и арбитражные суды, которые неоднократно выносили решение по подобным спорам. Таким образом, суд находит, что в ваших действиях имеется и состав административного правонарушения. И поэтому суд, установив, что имеется состав административного правонарушения, выносит частное определение и направляет материалы дела в Роспотребнадзор, для того, чтобы Роспотребнадзор принял решение по данному делу. Теперь то, что касается основного иска. Я, конечно, отказываю вам в удовлетворении требований, потому что они противоречат и закону о банках и банковской деятельности, и закону о защите прав потребителей. Решение суда. В иске отказать. Истец Фёдор Русаков предъявляет иск о компенсации вреда, причинённого здоровью, в размере 11 630 рублей и возмещение морального вреда на сумму 80 000 рублей. Ответчик предъявляет встречный иск. Здравствуйте. Прошу садиться. Слушание дела открыто. Вам слово. Я, Русаков Фёдор Андреевич, предъявляю иск о возмещении материального и морального ущерба к ответчику. Так, в чём дело? Дело в следующем. Я работаю главой администрации посёлка. И, скажем так, знаю человек этого уже не понаслышке, а непосредственно как жителя посёлка. Человек это крайне неадекватный, постоянно всем недовольный, постоянно скандалит. А тут получилась у нас такая нехорошая ситуация, когда прошёл ледяной дождь не только у нас над посёлком, но и по всей стране. Но ответчик, получается, у нас самый ущемлённый лицо в данной ситуации. И его неадекватная реакция привела к тому, чтобы мне были нанесены телесные повреждения, что потом потребовало от меня дополнительных материальных затрат и, естественно, морального ущерба, я требую. Врёшь ты! Где я, у меня свидетель есть? Вот сносом это последствия вашего инцидента? Да, да. И что произошло? Ну, произошло, если брать изначально то, что результаты дождя мы все знаем, и несколько дней вся страна боролась с ними, то есть это убирали повальные деревья, восстанавливали линии электропередач. Ответчик считал, что ему надо вот, ему первому восстановили электричество и так далее. Я, как глава администрации, не могу лазить по столбам, но я обязан известить необходимые службы для их быстрого реагирования. В крайнем случае я должен им содействовать на месте. Ответчик считает, что это мало для решения проблемы. Дайте я закончу. Этого мало для решения проблем. В результате, в течение нескольких дней, вот пока эта ситуация развивалась, у человека терялось всякое чувство терпения, в результате он напал на меня прямо на рабочем месте при свидетелях. То есть бухгалтера, счетоводец. По делу напал. Пришел в ваш кабинет. Но он приходил каждый день со скандалами. Он приходил, требовал, чтобы ему бегом восстановили свет, чтобы я ночевал под дверями администрации района. Но у нас поселок на краю района живет. У нас население самое малое, наверное, во всем районе в поселок. До нас в последнюю очередь доходят какие-то действия этого района. Все это случилось. Вы мне наливали. Вы видели, где я пью. Бутылки пустые под столом. Может, я их собираю для нужд этой администрации, которая не знает, на что жить. Да от вас и несет в конкурсивной бочки. Но я вижу, что все-таки вы молодой, в расцвете сил мужчина. А ответчик достаточно пожилой человек. И как он мог вам вред-то причинить? Вы понимаете, когда он каждый день приходил в администрацию со скандалом, я уже привык, что он приходит, входит в кабинет, встает у стола, начинает орать, бить по этому столу, требовать что-то. Я не ожидал, что человек просто пройдет с криками и зайдет настолько далеко. А как не орать, когда ты ничего не делаешь? Конкретно что сделать? Я сидел на рабочем месте, звонил в администрацию, пытался дозвониться. Все-таки это большая проблема для меня самого. И как раз по вопросу электричества. Да. И когда ответчик ворвался в кабинет опять с матом, со скандалом, с оскорблениями, я, правда, посчитал, что он опять пришел так же по скандали. Но когда он прошел дальше, я только пытался встать, извините, со стула, на котором сидел, получил несколько ударов по лицу. Ворешь ты! Конкретно как он вас ударил? Ну как, кулаками бьют. Кулаками в нос? Ну, получилось так, что попал в нос. И что дальше было? Ну, дальше у меня пошла кровь. Он получил свое удовлетворение, что нанес такие, допустим, оскорбления, увечили, я не знаю, что он получил от этого. Сдачи не получил он? А каким образом, если у меня переносица была сломана и глаза заплыли? Я уже не видел ничего. То есть не видели, кому сдачу давать? Ну, а кому я? Махать кулаками буду в пустой воздух? Это во-первых. Как я могу это делать? Ну, сделаем. Ты же сделал это при свидетелях. У меня есть уголки на это нет. Есть другие люди, которые это видели. Я хочу еще вам вопрос задать. А вот все время, пока не было электричества, электричество, насколько я понял из дела, у вас не было более трех недель. Вы что, все это время на рабочем месте? Не выходя на улицу, не выезжая на места? Во-первых, по территории своей администрации мы выполняли работу поддержки пенсионеров. Во-первых, этот ледяной дождь сковал у многих дрова, которыми они топились. Во-вторых, мы приобрели в администрацию генератор, чтобы обеспечить само здание. В администрацию. В администрацию генератор. Это очень правильно. Ну, мы же не в частные владения его приобрели, а в здание администрации, чтобы обеспечить хоть какие-то минимальные условия работы для работников администрации, которые решали вот эту вот ситуацию. Себя приобрели. И в администрацию, и в районы. Понятно. И в районную администрацию тоже генератор приобрели, мне понятно. Еще один вопрос, самый последний. Ваш анализ весь этой ситуации... Чубайс виноват. Ну, во всем виноват Чубайс. Это известная поговорка. Ну, энергосети ему принадлежали. Понятно. Значит, теперь вы мне скажите, вы сказали, что какой-то... Иск о материальном возмещении. Нет, нет, нет. Свидетель какой-то у вас есть? Да, были свидетели на рабочем месте, бухгалтер, щитовод и уборщица. А как же им не подтвердить? В суд они пришли? Нет, они не пришли в суд. Как же им не подтвердить? Ваша честь. Они находятся на рабочем месте, я на болезни. Вы же начальник, а не подчиненный. Дайте мне все документы, которые, естественно, принес и подтверждающие... Да, ваше честь, здесь медицинское заключение и затраты на... Да, а почему в велицию-то не обратились? Ну, потому что... Потому что пил он. В это время, в это время связь была с Перебоем. В этот день я не мог дозвониться в район. Потому что пил с утра до вечера. На следующий день мы ожидали подключения электросвязи. А мобильной связи у вас нет, да? А там вообще плохо связь слойт. Я же не могу свою вышку подключить. А ты не все плохо присоединить. Представьте вам слово. Представьтесь. Да, я Рыбаков Анатолий Сергеевич. Пожалуйста, что там произошло у вас? Ваша честь, произошло вот что. Три с половиной года тому назад у нас с бабкой умер единственный сын. Остались внук Петенька и внучка Галочка. И вот мы хотели... Мы их не видели уже несколько лет. И вот мы хотели, чтобы они к нам приехали. Собирались летом приехать на речке покупаться. Ну, жара несносная, сноха не пустила. Не пустила, но дело в том, что сноха, она вертлявая бабенка, не успела мужа сына нашего схоронить, как она уже замуж вышла. Но мы решили тогда на Новый год, на каникулы пусть приедут. А она говорит, сноха, у вас, дескать, антисанитария. Все во дворе. Тогда мы с бабкой на последние наши кровные пенсионные денежки похоронные решили сделать. И туалет теплый сделали, и душ теплый сделали, телевизор купили, компьютер купили. И даже лыжи. Это нормально, когда дома стараются сделать уютнее. Все. Вообще, я тоже согласен с представителем администрации. На самом деле, похоронные деньги лучше израсходуют на то, чтобы здесь жить было комфортнее. До 26-го числа, в связи с тем, что пошел ледяной дождь, кто ж это мог предвидеть? Ну, почему? Вы в скандалах указываете на нашу вина. Сноха привезла, а света нет, тепла нет. И как жить? Печку топить. Печку топить. А печка уж столько времени не топлена. Дымит. Но дымит. И некому делать. Надо было готовить. Вот из-за него все разъехались из деревни. Он же пьет с утра до ночи. Что, алкоголик? Алкоголик, самый настоящий. А зачем же вы выбираете? Что делать? Не, я один. Я-то против. Я все время против. Вы против продавщицы в магазине? Против соседей, которые не так забудут. Пес приложили. Потому что она ввешивает. Как я не буду против? И соседи злые у вас. И соседи мерзавцы. Конечно. У нас один вывод. Щелку подглядывают, сколько мы ходим раз в туалет. Анатолий Сергеевич. Ну, а что с внуками-то? Приехали они или нет? Внуки приехали. Внуки приехали. Электричества нет. А электричества нет. Тепла нет. Но печка топится все-таки? Печка не топится. В том-то и дело она неисправна. Ну, что же вы все эти недели сидели без тепла? Отремонтировать некому. У ответчика есть свой генератор. Он не был никак ущемлен. У него и свет в доме был, и все у него было. Я поеду в райцентр. Весь поселок сидел без свет. Он не мил генератор. Заплатил 12700. И бензина купил по 2450 за литр. В сутки нажигает нас 600 рублей. Вот. Теперь кажется тепло. Но вот этот администратор, он жалуется. Он же пьет с утра до ночи. Я к нему пришел перед Новым годом. Каждый день он мне говорил. Его все пьют и все воруют. Каждый день он мне говорил завтра да завтра, завтра да завтра. А завтра не наступило. Я озвучил то, что он получал из района. Значит вы мне объясните, в конце концов. Вы приходили, приходили, ничего не делалось. Это мне понятно. Ничего не делалось. Чиновники, чиновники за народ не болеют. И работать не хотят. Хорошо не хотят. Не хотят. Вот правильно. Согласен с вами. Но драться-то зачем? Я его тряханул два раза. Покажите, как вы его тряханули. Подойдите, покажите. Тряханул он. Вы разрешите показать? Да, пожалуйста. Покажите, как вы его тряханули. Вот так я его взял и тряханул. Вот так я его взял и тряханул два раза. Он трезв был. А? Трезв был. Пьяный в стельку. И что? От этого не было, как из винной бочки. От этого встряхивания он упал и повредил нос? Нет. А как? Он сел на место и опять спал. Ну, конечно. Ах, он горит него. Потому что, когда я пришел, он спал. А бухгалтер у меня, значит, был пьяный. Почему я его так тряханул? Так вы его тряханули, чтобы разбудить что-нибудь? Конечно. А бухгалтер, получается, у меня был тоже пьян, и ему показалось, что мне течет кровь из носа. А бухгалтер и все. А ваш бухгалтер в суде? Бухгалтер не в суде, на рабочем месте. Значит, не нужно мне говорить про бухгалтера. Это недопустимые доказательства. Медицинское заключение. Медицинское заключение есть, но связь вот этого медицинского заключения с виновными действиями ответчика, пока вы не доказали, взаимосвязь вы должны доказать. Теперь у меня к вам вопрос. Может быть, у вас какие-то встречные заявления есть? Есть, да. Вот здесь деньги. Передайте. Деньги? 600 рублей за... на то, что бензин я покупал. 600 рублей в день? Да. Или всего? 600 рублей. Там написано, полная сумма 20 тысяч 300 рублей. Понятно. Но генератор-то у вас ведь находится? Да, генератор у вас. Ну что, вы хотите, чтобы вам и деньги заплатили, и генератор у вас остался? Потому что все по его вине. Не, ну хорошо, но генератор-то это стал вашей собственностью. Тогда судьба генератора какая? А как суд решит? Как суд решит? Ну что ж, суд уходит для того, чтобы решать ваш вопрос. Дополнительные доказательства есть какие-либо? Пока нет. Не имеется. Удаляюсь для принятия решения. Далее в программе. Я открыл дверь, он мне, ты кто? Я говорю, да, а ты кто? Я сюда хожу. Я говорю, ну я вообще-то уже здесь. Он говорит, да я муж почти. Я говорю, ты слушай, да я уже почти мужа. Ну и мы тут сходились за грудки. Давай там так толкаться. И нам нужно было не друг друга за грудки-то хватать, а женщину. Виктор Быстров, вернувшись домой с работы, обнаружил в своей квартире следы грандиозного побоища. И свою неверную супругу с фенгалом под глазом. А все потому, что изменяла она не только мужу, но и любовнику. Истец предъявляет требования о возмещении ущерба здоровью. Ответчик заявляет встречный иск и требует возмещения вреда имущественного. Основной иск отклоняется, потому что истец не доказал те обстоятельства, на которые он ссылается. Теперь то, что касается встречного иска. Взаимосвязь, отсутствие электроэнергии в вашем доме и виновных действий истца, также вами не доказано. Истец утверждает, что виноват Чубайс. Я в этом не уверен. Виноваты кто-то, какие-то службы. Может быть, службы, которые были организованы из этого ЕС, но не истец. Поэтому и ваше требование в этой части я отклоняю. Решение суда вам понятно? Понятно, но я не согласен. Окончено слушание дела. Можете его опротестовать. Решение суда. В основном и встречном иске отказать. Истец Виктор Быстров требует взыскать с ответчиков в качестве компенсации материального ущерба 50 307 рублей. Ответчики Тимофей Костылин и Игорь Востряков с иском не согласны. Считают его необоснованным. Здравствуйте. 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 Прошу садиться. Слушание дела открыто. Слушаю вас. Меня зовут Быстров Виктор Анатольевич. Я обращаюсь в суд с иском о взыскании с этих двух товарищей. Товарищи на болоте. 50 307 рублей. Сколько? 50 307 рублей. В качестве компенсации материального ущерба. Какого ущерба? Которого они учинили, учинив погром в моей квартире. Сказочный. Ваша честь. Дело обстояло следующим образом. То есть я работаю на нефтевышке. Лахтон методом. Красавец. 15 дней я дома. Соответственно 15 дней дома меня нет. Я работаю. Ну, Светка моя жена этим, видимо, воспользовалась. Хорошая баба. И пока меня не было, она сейчас завела любовничка. Да еще не одного, а вот двух красавцев, как видите. Оцените. Ну и, соответственно, там развела какую-то там конспирацию. Кто-то там почетным, кто-то там по нечетным приходил. Я уж там не знаю. То есть поучили. Ну, если ты не знаешь, кто-то по нечетным ходил. Что ты вообще пришел, если ты не знаешь вообще информации никак? Какой-то цветок там в окне стоял, там горшок. Какой-то у них там, я уж не знаю. Горшок. Штили свитки хрен. Ну и что-то, короче, прокол у них вышел, видимо. Я так понял, потом уже. Пришли. Короче, кто-то пришел в неурочный день. Там, я не знаю, пусть между собой там разбираются, что у них там не то. И, естественно, слово за слово встретились в квартире, учинили драку там, погром, побомбили мне всю квартиру. А у меня ситуация... Слышь, ты красавец, ты мне все раз бомбил, блин. Ты хотя бы сейчас молчи, блин. Что молчит-то, а? Мне стоит в суде хотя бы отвечать за свои поступки. Слышь, что такое? Какую драку ты вообще, а? Смотри-ка. Вот этого молодого человека в клетку. Иначе истец его, я думаю, научит жизни. В клетку, в клетку. Для его же безопасности. Что документы? Документы с собой можете взять. А если понадобится, потом подавляем. И оттуда заберем. Так, ну и продолжайте. Итак, они устроили драку. Началась драка. Ну да, мы с ветки этой, конечно, досталось. Но это ладно, сама виновата. И дрались ответчики между собой? Да. Понятно. Откуда вы это знаете? Мне рассказали об этом соседи. И при том, они вызывали милицию. То есть там как ситуация? Началась драка, соседи вызвали милицию. Милиция приехала. Да. Составила протокол. Составили протокол. Понятно. Составили список уничтоженного имущества. То, что было там разбомблено все полностью. А что разбомблено? То есть у меня имеется протокол милицейский. Имеется список имущества и товарные чеки. Передайте мне. Вот, товарные чеки на имущество. Ты не бузи там, слышишь? Чтобы это не было голословным. Почему я требую такую сумму именно? Почему? Да потому что... Да не обращайте внимания. Он же в клетке. Ну что вы? Ну достал уже, блин, орать тут. Да ничего не обращайте внимания на человека. Пусть он там орет. Достанем его несет. А мы будем заниматься своим делом. Сейчас 50 307 рублей. Взыщем с ответчика. Будет знать тогда, как грубить старшим. Чтобы, извините, вот чтобы никто не сомневался, вот тут сомнение в том, что почему я требую такую сумму. Вот я могу перечислить. Сломано компьютерное кресло. Стоимость 2950 рублей. Это подтверждается чеком. Что, калькуляция накрывать, да? Дверь 8 950 рублей. Иди сюда, если калькулятор все подправлю немножко. Стеклянный региональный столик они разбомбили. Столик? Какой столик, Олег? 5 900 рублей стоимость. Это все подтверждается чеком. Где она у тебя находилась? Там вообще никого не было. Кто-то из них, короче, в драке, эти красавцы там. Кто-то из них, я не знаю кто, в стенку, в горку вписался там спиной. Понятно. Вот эту калькуляцию дайте мне тоже. А это у вас копия, да? Да, да. У меня просто копия, чтобы я не запутался. И протокол имеется о том, что милиция приехала, вас привлекли к административной ответственности. Все это составлено запротоколировано. Вам слово. Понимаете, я как бы, за мной вины вообще как бы нету. Я, конечно, не прав. А ты кушай, ты знаешь, что? А ты сейчас за мужские женщины. Слышишь? Но дело в том, что у меня были искренние чувства, понимаете? Я действительно ее любил, я хотел на ней жениться. Но дело в том, что она меня обманула. Она говорит, что трехний брак уже на грани разрыва. Что чувств между ней и мужем уже никаких нет. Понятно, одну секунду. А где жена ваша сейчас-то? Сейчас она рано залезает. То есть я когда домой пришел, увидел, что она себя подвела. И, короче, она к жене сейчас мотала, я ее выгнал к черту. Вообще, я с ней разводиться собираюсь после этого. К жене или к матери? К матери она. К матери. Понятно. Прошу прощения, ваша честь, я просто волнуюсь. А почему драка-то началась, объясните. Ну вот, про второго ответчика, про этого хулигана я ничего не знал. Ого! Понимаете? Интеллигент. И, значит, хулигана. Она назначала специальные дни. И прежде чем прийти, она говорила, что я должен смотреть, чтобы в кухонном окне стоял цветок с геранью. Ну, это как бы сигнал. О, красавица. Ну, вроде как бы... Прямо как в семнадцати мгновениях весны. Я же говорю, что ты же с юбки хрен. Ну, и как бы в тот день я пришел, цветок стоял. Ну, и, значит, самый... Значит, идти можно. Идти можно будет. Вход открыт. Зеленый свет. И в этот, значит, в самый разгар нашей встречи звонок в дверь. Светлана испугалась, как бы побледнела вся, говорит, открывать не будем. Я, ну, вроде как, а что такого-то? Муж-то на вахте. И пошел посмотреть... А ты откуда, знаешь, может... Пошел посмотреть в глазок. А там вот этот хулиган стоит. Хулиган. Я говорю, ну, вроде как, кто это? И что? Бандюган. Ну, Света молчит вся, в шоке, видимо. Я дверь открываю. А зачем же вы дверь-то открыли? Ну, разобраться я не знаю. Ну, вот он хотел мне всечь, и теперь она съезжает с этого. Я, как бы... Если это не муж, чего мне было бояться? Понятно. Да, естественно. Вот, я открыл дверь, он мне... Ты кто? Я говорю, да, а ты кто? Он говорит, я сюда хожу. Я говорю, ну, я вообще-то уже здесь. Он говорит, да я муж почти. Я говорю, да слушай, это я уже почти мужа. Ну, и мы тут схватились за грудки. Давай там толкаться. Так не, ну, нужно было не друг друга за грудки-то хватать, а женщину. Я к ней с искренними чувствами относился, понимаете? Что это ты так себя ведешь? Просто я не ожидал, что появится еще кто-то. Понимаете, я думал, муж есть. Человека не кто-то, слышишь? Появится еще человек. Говори нормально, ты что там? Ну, какой ты человек? Не образованный, что ли, или что? Какой ты человек? Какой? Ты не образованный. Ну, иди сюда, я тебе покажу, какой человек. Я здесь стоял, что ты ушел? Да? Ну, нормально что-то съел. Вот, и значит, он на меня с табуреткой понесся, понимаете? Он, ну, я не знаю, он не уравновешен, не адекватен. То есть мы правильно его в клетку посадили? Он чуть, не знаю, чуть не убил меня, понимаете? И дело в том, что, ну, как бы, действительно, на самом деле, смотреть, то, вот то, что перечислил товарищ естеств... Ну, вот я совершенно не могу понять. Там ничего... Конфликт возник из-за женщины. Женщина выбрала вас обоих. Ну, и сели бы на кухне, спокойно, решили вопрос. Понедельник, среда, пятница, вторая, четверг, суббота. Воскресенье, выходной. Каждый по-своему решает такие ситуации, понимаете? Вот товарищ истец решил так. Да ты слышишь, что ты вообще, что решаешь? Че ты вообще съезжаешь? Раз вы разбомбили, значит, вы рыболоваты. Ты еще скажи, что у тебя там вообще не было, да, или че? Причем не было. Другими словами... Такой весь белый, пушистый, убегал. Вы со мной разговариваете, пусть он беседует. Значит, вы мне объясните. Итак, ущерб был причинен. На самом деле, на самом деле, вот эти вот вещи, которые были перечислены, и все повреждены. Да не факт, что это разбитые, понимаете? Мы в коридоре потолкались. Не факт, что разбитые? Да, я не знаю. А чего, я сам себе квартиру поборди? Конечно, если бы мы разбили дверь, или стенку, там, стекло какое-то, где раны, царапины? Ну, во-первых, не надо было в чужую хату приходить. Другими словами, вы признаете, что драка была, но ущерб на эту сумму вы не причинили. Да, да уже не было вообще, не было, все проходило. Ущерба не было. А доказательства тому, что нет ущерба у вас есть? У тебя столько вещей, что ли, стоят в прихожую, а? Когда приехала милиция, составили протокол. Да. И заставили меня уплатить штраф за нарушение порядка. Да, я это вижу. Если бы было что-то разбито в квартире, если бы был разгром, должна быть, ну, милицейский, действительно, протокол. Смотрите, ну, в протоколе указано, что повреждена мебель. Но милиция же ведь не страховой агент, который будет калькулировать. Дверь повреждена на 20 рублей. Ваза там на 17. Ваша честь, можно? Да, так откуда. Ну, да, это вообще наша разбито. Сергей. Давайте свидетели вашего послушаем. Он видел, что происходило? Да, она видел, что происходило. Она лично присутствует. Пригласите свидетелей ИСЦА. Где она присутствовала? Ты что сочиняешь-то? Где она присутствовала? Свидетели ИСЦА. Пройдите. А вы с этими молодыми людьми знакомы? Нет, я их видела, вот когда произошла драка. А второго? Вот они обои там были. Где вы видели? В квартире у Быстрого. Что вы видели, расскажите? Вы знаете, Светка, его жена, она была шалава. Она ему изменяла и налево, и направо. Меня интересует, что вы видели во время конфликта между молодыми людьми? Да что она могла видеть? Когда я лично вызывала милицию, приезжал в море отдать. Вот, она не видела конфликт. Вызывала наряд милиции, и когда приехал наряд вместе с участком, я вошла в квартиру. Так. И еще двое были в квартире. И что дальше? Там все было погромлено. У телевизора экран разбит. Да как разграть? Где она нас видит? Прихожие стояли. И столовый сервис. Я понимаю, они вместе живут в России. Уже сколько лет, они сейчас друг друга выбирают. Был журтальный столик стеклянный разбит, который мне очень нравился. Ну вот вы, наверное, забрали. А дверь. А он написал, что разбил. И дверь там. Там как будто мамай прошелся. Понятно. Здесь есть дома новая. Итак, молодые люди. Ваша честь, но я хочу еще подтвердить. Два часа назад я заходила к Светке, чтобы взять растительное масло. Все было цело. Все было чистенько. Ваша честь. А можно меня выпустить? Обычного подъезда любят рассказывать всякие выскорки. Она может преувеличивать. Понимаете? Естественно, я обязан выслушать вашу позицию. Вообще, как бы, весь цирк развела его супруга. Так. Правильно. Два мужика завела откуда-то. Тоже вот это вот распределение какое-то по дням. Да я вообще, например, был не в курсе. Да вообще, да, все бабы стервы. Им вообще верить нельзя. А вы, настоящий мужчина, домой, в седу. А вы приходили. Да подожди. А вы-то приходили. По цветку или по какому-нибудь другому знаку? Вот именно, да, тоже по цветку. Ну, фиалки сказали мне. А я что, я же не ботаник. Ну, стоит горшок, веник торчит с него. Ну, все, пошел. Как бы я тоже уши разлезал. В драке-то участие принимали? Ну, было совсем просто по-другому. Удаляюсь для принятия решения. Прошу всех встать. Уважаемые истец, уважаемые ответчики, в соответствии с законом, вред, который причинен личности, обязан быть возмещен в полном объеме лицом, которое причинило вред, в том числе своими виновными действиями. В данном судебном заседании установлено, что ответчики солидарно причинили вред ИСУ на сумму 50 307 рублей. Именно эту сумму с вас солидарно взыскивает суд в пользу истца. Объясняю, что это значит вам. Истец имеет право взыскать с одного из вас, а в дальнейшем тот ответчик, который не заплатит свою часть, свою половину, будет выплачивать другому ответчику. Понятно вам решение суда? Можно, да? Что? А как? Ну, почему так? Мы теперь должны перегугаться с ним. Где установлено, что это именно, например, мы сломали? Где написано, что это? Судом это установлено. И я на основании доказательств своего внутреннего убеждения пришел к выводу, что этот ущерб причинили вы, учинив драку у своей любовницы. А он пока засушил. А меня вообще когда-нибудь выпустят? Нет отсюда? Когда? Решение суда. Иск удовлетворить. ТОНЕЦ Слава Богу чувствуешь, у нас огромное количество проблем. Слава Богу! Вы сначала читать не умеете, потом по телефону позвонить не можете. На 800 тысяч. Мы потом с лицензией обещаем. Блисаимся. Я помогал его женщине, чтобы она не забыла, что такое мужчина. Он доплачивать еще лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...